У меня задача стоит рассказать про тоже несветлоклеточный вариант почечноклеточного рака или рак из собирательных трубочек. Это действительно очень редкая штука и много разных вопросов касательно этой формы заболевания. Мы знаем, что она протекает крайне агрессивно, при этом очень часто именно у молодых пациентов, и поэтому существует много вопросов. Изначально буквально два слова истории. В 1976 году впервые были описаны случаи, которые на тот момент еще назывались нетипичного популярного рака почки, когда опухоль локализовалась в мозговом веществе в области почечных сосочков. Далее в 1986 году были описаны еще в шесть похожих случаях. Уже к 1997 году было накоплено достаточное количество информации для того, чтобы объединить все эти случаи в одну группу. И они были внесены в классификацию ВОЗ, и с тех пор они в ней присутствуют в качестве отдельной формы, гистологической формы рака почки. Мы знаем, что для этих пациентов очень характерно поражение региональных лимфоузлов почти в половине случаев на момент постановки диагноза. Кроме того, как вы видите на представленном слайде, четвертая стадия заболевания диагностируется у 50% пациентов. То есть манифестация очень часто у этих пациентов происходит именно в виде метастатической стадии, что отличается, резко отличается от светлоотлеточного рака. Это именно связано с тем, что опухоль весьма агрессивна, она быстро метастазирует, распространяется. И поэтому прогноз для таких опухолей крайне плохой. Чаще всего опухоли при этом бывают небольшого размера. Для них не очень характерен такой классический экзофитный рост. В основном для них характерна инфильтрация почной поренхемы, вовлечение почной лоханки, наличие кистозных включений в опухоли, кальцинация стенки. Это классические признаки. На самом деле некоторые КТ-специалисты говорят о том, что выявить опухоли собирательных трубочек можно по КТ-семиотике. Хотя, безусловно, конечно, это является только косвенной оценкой. Здесь представлена выживаемая зависимость от стадии. Это результаты довольно крупного наблюдательного исследования, куда было включено порядка 100 пациентов с опухолями собирательных трубочек. Это большие данные для данного орфанного заболевания. Мы видим, что, конечно, при первой-второй стадии более-менее результаты неплохие, тогда как при третьей-четвертой они оставляют желать лучшего, и медиана при четвертой стадии составляет всего 7 месяцев. Сейчас при светлоклеточном раке почки мы знаем по современным исследованиям иммуно-таргетных и двойных иммуно-онкологических комбинаций, медиана общей вживаемости приближается уже к 5 годам. А в данном случае она не достигает и года, то есть это говорит о том, что опухоль крайне-крайне агрессивна, и это очень печально, потому что болеют в основном молодые пациенты. При этом очень много изучались различные морфологические, иммуногистохимические и эмбриологические характеристики этого рака. Безусловно, он схож с уротелиальной карциномой верхних мочеводящих путей и по своему эмбриологическому происхождению. Он происходит из мезонефроса, из вольфового канала, также по иммуногистохимической экспрессии различных маркеров. Это панцитокератины и так далее, которые очень похожи между собой. Безусловно, есть и отличия. Были проведены молекулярно-генетические работы с секвенированием нового поколения, которые говорят о том, что есть отличия, но тем не менее исходств тоже очень много. Мы знаем, что стандарт лечения на сегодняшний день – это комбинированная химиотерапия, не таргетная терапия, не иммунотерапия, а именно химиотерапия, которая используется при уротелиальных раках. Это гемоцитабин с платины, при этом, видите, исследование второй фазы всего на 23 пациентов. И вот на основании только такой работы и был внедрен данный стандарт. Здесь представлены результаты по эффективности. Они в целом оставляют желать лучшего, но тем не менее это максимум, который мы можем достигнуть при данной опухоли. Иммунотерапия при раке сабирательных трубочек в целом не изучалась ни в ретроспективных, не в проспективных работах и представлена только в виде описания отдельных случаев. В основном к иммунотерапии прибегают тогда, когда у пациента обнаруживается высокая экспрессия ПДЛ и когда пациент прогрессирует на фоне комбинации гемоцитабина с платины. Он еще достаточно сохранен для того, чтобы получать какое-либо другое лечение. И вот хотелось бы представить клинический случай, который в настоящий момент проходит лечение в нашей клинике. Он такой интересный, необычный. Лечение здесь было назначено не совсем по показаниям, но тем не менее, что получилось. Мужчина молодой, как это водится, ему 57 лет на момент постановки диагноза. У него при плановом осмотре выль на образование левой почки. Образование достаточно крупное. И кроме того, у него была достаточно выраженная регионарная лимфоденопатия. На данном слайде представлены КТ-снимки. И вы видите, что очень характерная картина для рака из собирательных трубочек. Опухоли почки с кистозным компонентом, причем который выражен даже в большей степени, чем солидный. И также мы видим увеличенные регионарные лимфоузлы. Пациенту в конце 2021 года было выполнено хирургическое лечение. Нефродреналоктомия слева с лимфодисекцией. По данным гистологии была верифицирована опухоль почки стадии Т3А. Во всех удаленных лимфоузлах были обнаружены метастазы. Края резекции были негативны. И при иммуногистохимическом исследовании было выявлено экспрессия цитокератина-7, ПАКС-8, ГАТА-3. Это характерные маркеры для рака из собирательных трубочек. Но отдельно хотелось бы сказать именно о ГАТА-3. ГАТА-3 характерный для уротелиальной карциномии верхних мочеводящих путей. Поэтому мы долго обсуждали с патоморфологом все-таки, что это. Но было решено, что это именно соответствует карциноме из собирательных трубочек. Далее пациенту было выполнено КТ через 3 месяца от операции. И уже было выявлено прогрессирование. У него были выявлены множественные очаги в легких, нетаргетного размера. Но их не было до момента операции. И на КТ брюшной полости у него было выявлено снова увеличение практически всех групп забрюшинных лимфатических узлов, которые активно копили контраст. Кроме того, в ложе удаленной опухоли было выявлено гиперваскулярное образование 7 на 6 мм, которое было расценено как рецидив. Пациенту была назначена первая линия терапии в классическом варианте гемоцитабинности с плотином. С третьего цикла у пациента отмечалось снижение скорости клубочковой фильтрации. И мы перешли на расщепленную дозу цисплотина. Вместе с гемоцитабином вводили его в день 1 и день 8. В остальном он переносил лечение удовлетворительно. Однако в конце июня у него появились жалобы на дискомфорт верхних отделов живота. Пациент был направлен на фиброгастроскопию. И было выявлено у него в теле желудка верхней трети и по малой кривизне достаточно крупные язвенные дефекты. Видите, с глубиной язвенного дефекта более 1 см, подрытыми краями. При биопсии был выявлен хронический эрозивный гастрит высокой степени активности и переулцирозная язва желудка. Таким образом, пациент был направлен к гастроэнтерологу и получал достаточно длительно в течение месяца лечение. При контроле гастроскопии у него язва в стадии рубцевания. При обследовании стабилизации процесса мы у пациента оценили ПДЛ-экспрессию, она была невысокая. СПС 7%, ТПС всего 5%. И встал вопрос, а как же лечить этого пациента дальше? Мы провели всего три цикла. У него стабилизация. Получили достаточно неприятное осложнение в виде обострения язвенной болезни. Что делать? Динамически его наблюдать или продолжать химиотерапию, но, конечно, это было сопряжено с высокой степенью риска тем, что можно усугубить его язвенный процесс. Или попробовать отнестись к нему как к пациенту с ретелиальным раком и назначить в поддержке какую-то иммунотерапию, что, конечно же, является оффлэйблом для нашей страны. Но, тем не менее, пациент молодой. Мы прекрасно понимаем, что если мы его сейчас оставим без лечения, он 100% запрогрессирует. Обсудили его на консилиуме и совместно приняли решение, что все-таки, учитывая молодой возраст, учитывая стабилизацию на фоне химиотерапии, невозможность дальнейшего проведения химиотерапии, близость иммуно-гистохимических характеристик попухоли на уротериальную карциному, рекомендовано ему проведение поддерживающей иммунотерапии авилумабом. Такое нестандартное решение было принято. И с августа 2022 года мы начали это лечение. При первом контроле стабилизация процесса, уже при втором контроле мы получили частичный регресс. У него уменьшились все группы лимфоузлов, даже уменьшился рецидив в ложе удаленной опухоли в легких очаге без динамики. При последнем контроле, который был в апреле месяце, у него продолжается частичный регресс, он сохраняется, все лимфоузлы практически нетаргетного размера в настоящий момент. Лечение он переносит хорошо, но мы прекрасно с вами знаем, что авилумаб это лечение малотоксичное. И вот мы видим, что на сегодняшний день пациент частичный регресс, он получает поддержку уже практически год. Он живет с метастатическим раком из собирательных трубочек уже год и четыре месяца, что является фактически в два раза больше, чем стандартная продолжительность жизни этих пациентов. И мы надеемся, что он и далее удержит этот эффект. По крайней мере, если мы обратимся к исследованию Javelin Bladder 100, то мы знаем, что те пациенты, которые в течение года продержались на поддержке авилумабом, имеют трехлетнюю выживаемость 88%. То есть это очень хорошие данные, и мы надеемся, что и наш пациент войдет в эту категорию лонг-респондеров. Таким образом, в заключении хотелось бы отметить, что рак почки собирательных трубочек поражает в основу молодых пациентов, характеризуется крайне агрессивным течением, но с учетом орфанности этого заболевания, отсутствие каких-либо проспективных данных об эффективности иммунотерапии у этих пациентов, необходимо накапливать и объединять данные по отдельным случаям применения иммунотерапии у этих пациентов, и, возможно, далее этот метод лечения войдет в стандарты лечения этих пациентов. Спасибо за внимание.